Студенты несут потери. Баскетбольные команды Российской Суперлиги продолжают комплектование перед началом нового сезона. Для сургутского клуба университет Югра эта селекционная пора знаменуется убытками. Воспитанник местного баскетбола Владимир Дичок завершил карьеру игрока. Владимир Шевель, Илья Александров и Александр Зайкин подписали контракт из команды Алтайбаскет из Барнаула. Один из лидеров прошлого сезона, тяжелый форвард Денис Клапонин, пополнил состав принципиального соперника университета. Команды Урал из Екатеринбурга. Ожидается, что в составе студентов не найдется места и для нигерийского центрового Энди Агиде. Нам была в этом году поставлена задача, нужно выжить, во-первых, но мы все равно будем биться за самые высокие места. Несмотря ни на что, будет у нас один состав, будет друг. Жалко, что игроки, которые составляли костяк нашей команды, игроки, которые прошли огонь и воду, за которую мы бились, придется с некоторыми игроками расставаться. Причина расставания с рядом игроков – сокращение бюджета примерно на треть. Таким образом, финансирование клуба в новом сезоне составит порядка 50-60 миллионов рублей. Лишь у трех человек были долгосрочные контракты с нашей командой. Они и останутся в составе университета Югры. Останется наш лидер Николай Липович, потому что у него двухлетний гарантированный контракт. Точно остается Антон Агиев, лучший на подаче в этом сезоне. Остается. И Савенков, Саша, тоже лучший игрок по защите. У него тоже гарантированный контракт. Вот это у нас еще спасает то, что игроки у нас на контракте, на гарантированных. И поэтому вокруг вот этих игроков будет строиться команда. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова